Ведь даже яд не действует на йога, а на яды у него иммунитет. Эти строчки из шутливой песни Владимира Высоцкого спустя 50 лет после исполнения не теряют своей иронической актуальности. Как относятся к людям, которые ходят по открытому огню, битым стеклам и спят на гвоздях? И почему в последнее время элементы йоги начинают включать даже фитнес-программы? Ответ на эти вопросы наши корреспонденты искали на праздновании Международного дня йоги. Голыми ногами по осколкам от бутылки, заточенный нож с высоты в живот. На взгляд обычного человека это опасные экстремальные трюки. Но для участников проекта «Жизнь без страха» подобные упражнения – своеобразный способ найти гармонию в мире. Лишь преодолев себя, можно полностью раскрыть потенциал человеческого тела. Начинала я заниматься как физкультурой, но потом поняла, что это большее, что-то большее, что она дает мне уверенность в себе, дает спокойствие, дает здоровье. Йога привела меня к здоровому образу жизни, к вегетарианству и, как следствие, к бхакти-йоге, то есть медитации. И к хорошему настроению, хорошему здоровью, омоложению. То есть вот таким вот образом. На праздновании Международного дня йоги выступили мастера, представляющие разные практики оздоровления. Зрители не зря пришли с гимнастическими ковриками. Свои силы в упражнениях можно было попробовать прямо возле сцены. Многие фитнес-клубы включают йогу в свои услуги, ведь она доступна для людей всех возрастов и уровней подготовки. Наш социум становится более, как вам сказать, хаотичным таким и более суетливым. И люди испытывают страдания из-за того, что стрессы их одолевают. И им очень жизненно необходимо успокоение, успокоение колебания ума и вообще сознания. Поэтому, убегая от стресса, от городской суеты, они сначала пробуют какие-то физические культуры, но и некоторым этого не совсем достаточно, идут более глубже. В 2014 году Международный день йоги был утвержден решением всех 175 стран, представленных на Генеральной Ассамблее ООН. Такое единогласие наблюдалось впервые в истории, что лишний раз подтверждает, духовные практики, объединенные с физическими упражнениями, никому не помешают.